Илон Маск в прошлом году сорвал атаку сил обороны Украины на Черноморский флот Российской Федерации, отключив спутниковую связь «Старлинг» возле побережья оккупированного Крыма. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона. По словам биографа, бизнесмен Илон Маск боялся, что Россия воспримет украинскую атаку на свой флот как мини-Пёрл-Харбор и применит ядерное оружие. При приближении к Крыму украинские подводные аппараты потеряли связь и были вынесены на берег, не причинив ущерба. Как рассказал миллиардер Илон Маск, в своей биографической книге «Старлинг» не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами. В соцсети Илон Маск прокомментировал ситуацию и отметил, что не выключал спутниковую связь «Старлинг» для дронов Камикадзе ВСУ в Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины. В микроблоге бизнесмена Марио Нафала Маск отметил, что был экстренный запрос от государственных органов Украины на активацию «Старлинг» по всему пути к Севастополю. Однако он ответил в Киев отказом из-за опасения эскалации конфликта. Илон Маск ранее признавался, что очень боится начала Третьей мировой войны. Как известно, Маск предоставил Украине доступ к спутниковой связи «Старлинг» сразу после начала полномасштабного вторжения. Так, первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года. Субтитры создавал DimaTorzok